всем привет мои дорогие я прибежала на работу буквально на наверное максимум полчасика сейчас покажу расскажу все что забывала рассказать ранее посмотрите как здесь прекрасно ну просто ну что за красота нет но у меня конечно барда вчера я чуть вообще расстроилась или как-то не знаю что со мной было сейчас я разуваюсь перебиваюсь поставлю вас вот сюда у меня вчера была клиент у меня здесь магазин с косметикой вот корейской и мы с ней делали маникюр-педикюр а потом пришла моя сестра вот мы с ней тоже сделали маникюр-педикюр и она в конце мне говорит что ты так вообще устала а я думаю действительно чего у меня всего два клиента было человек устал а потом говорю так это четыре услуги это же мой максимум в последнее время у меня в королеве два клиента здесь чуть побольше бывает там три-четыре да я такая блин ну понятно почему я устала все открываю окошко чтобы впустить свет для своих любимых цветочков вообще не смотрите какая красота столько солнца круто мне нравится это потому что я еще не включила свет у меня уже здесь достаточно светло вот я просто еще вчера расстроилась что мне нельзя на ночь да и вообще одну то есть если я уеду куда-то то мне нельзя оставить открытым и кошка даже щель мне нельзя поднимать шторы как я поняла потому что датчик движения может сработать я подумал господи а что же будет с моими цветами когда я уеду в отпуск ну ничего мы как-нибудь это переживем главное что у меня комфортное рабочее место если цветы придется забрать домой ну значит я их заберу домой потому что как сказать мучить я их не хочу монстера мне кажется у него просто адаптация у нее стресс потому что мы ее везли очень долго в холодной но она постояла какое-то время в холодной машине пока мы грузили все всю мебель вот и видимо она подмерзла потом она стояла в тепле все-таки для цветочков это стресс и им нужно немножко адаптироваться вот вот такой вот маникюрный влог были на второй влог подряд рассказываю про цветы короче настроения разные иногда вот прям вообще не хочется снимать и я очень тянула с выпуском предыдущего влога потому что настроение не было наверное неделю тут как-то вообще ничего не мотивирует как мне говорит мама у тебя это сначала зимы ну да меня есть честно накрывает как только зима приходит я сначала этого особо не замечаю а потом она все как снежный ком накатывает и накатывает накатывает и накатывает и вот и сейчас я надеюсь я очень надеюсь уверена что к нам пришел март и будет тепло тем более в конце я уеду и туда куда я поеду там точно тепло там за зиму даже снега особо не было вот я вам все буду показывать и рассказ не кстати вот хочу на эту тему пообщаться если уже зашла речь я вот лично я не люблю смотреть влоги из отпуска если например мастер маникюра выкладывает влоги о работе 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 а потом отпуск я просто не смотрю я могу посмотреть если там отпуск длинный да например и но этот блогер он долго не выпускал рабочие моменты до рабочие будни я могу посмотреть влог из его отпуска но не скажу что мне это будет интересно на видео из отпуска просмотров намного меньше чем на видео рабочих будней потому что но мы же подбираемся по тематике да мы же пришли не на отпуск смотреть грубо говоря да вот видимо это смотрят такие самые самые фанаты или фанатики короче напишите свое мнение вообще снимать что-нибудь не я буду что-то снимать но просто возможно я буду выкладывать там в телеграм или запрещенную сеть ну там просто stories и да вот а на youtube я даже не знаю нужно ли какой-то влог я вообще даже не знаю мы там куда-то поедем или нет ладно пойду заниматься делаем потому что нам скоро еще идти в гости я вчера пропустила меня свекрови звала в гости там родня собиралась и я такая блин я работаю он как приходи после и ткани после я домой хочу тем более я так устала и так расстроилась из этого датчика несчастного блин короче а насчет датчика я написала своей соседки но вообще вот этими датчиками и там уборка помещения рулит она вот не хозяйка помещения вот и я не написала говорю ты мне скажи ну чем я его могу еще спровоцировать потому что ну тоже вот так вот мы заехали в помещение я оставила окошко чуть-чуть приоткрытым она приходит говорит так делать нельзя ну так надо было изначально до тогда объяснить что можно что нельзя например выходить из помещения вот мы там датчик этот переключаем ставим на охрану да я знаю что я должна за минуту выйти на мне об этом сказал илья мой парень не 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 соседка мне кажется когда сдаешь ну то есть она обычно показывает помещение а хозяйка другая вот и когда она показывала она могла бы немножко ну типа там рассказать да ну короче я не не с претензий просто хочется я еще такой человек что хочется заранее знать чего могу очень нет потому что ну грани если сразу рамки обозначить то это будет проще а кстати я тут не собирала это по моему все у меня еще дома есть один но одни ножницы вот я думаю я смогу их поточить или нет я так говорю уже наверно последние 45 заточек у нас очень классный заточник есть ну раньше классные сейчас просто хороший вот и он приезжает собирают привезет если надо куда надо вот мы с ним надо прям договариваться на зеленый тинтам не плавающий график ни разу типа того что вот в офис не отнесешь это все упавшие ножницы вот блин наверное не видно будет короче давайте на других покажу а можете их вот так положу вот вот тут усики разъехались тут тоже видно ну и тут а вот эти это те ножницы которые помните когда начинала снимать влоги они у меня давай фокусируйся давайте против солнышка вот они у меня короче ты что ж такое зажарились в пакете каким-то образом к ним прилип пакет обычный не крафтовый пакета который с такой с пленочкой с одной стороны не это единственный раз когда такое случилось то есть он как-то расплавился почему-то и вот они теперь сложно смыкаются размыкается таким работать невозможно но они вот по усикам они нормальные то есть если что ими можно обрезать кутику мне советовали сферу купить и в сфере их замочить да это естественно поможет но кто бы купил блин сферу конечно я забыла это сделать и вообще они у меня лежат я думаю может быть заточнику отдать он их там почистит они обычно чистят инструменты у них есть всякие штуки агрессивные все я побежала надо начинать приводить порядок я еще хочу поменять местами то есть перестановка сделать вот все пойдемте заниматься делами а и а и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...